Toyota RAV4 традиционно входит в пятерку самых востребованных кроссоверов на российском рынке. И можно с уверенностью предположить, что в обозримом будущем положение дел не изменится, ведь сегодня японцы презентовали совершенно новый RAV5-модель пятого поколения. Моторная гамма состоит из двух бензиновых двигателей. Дизельной модификации отныне нет. Младшему мотору аккомпанирует шестиступенчатая механика или вариатор, а старшему – восьмидиапазонный автомат. Самое главное – это замена платформы в рамках TNGA, Toyota New Global Architecture. Это как раз основа, которая за собой тянет все остальные изменения. Двигатель, компоновка, коробка, полный привод, качество материалов. Без этого революционного решения все остальное было бы компромиссно. Кроме того, новая платформа позволила снизить центр тяжести, увеличить жесткость кузова и клиренс до 195 мм. Новый RAV4 предлагается на российском рынке в четырех комплектациях. Стартовая на автомобиле, производство которого уже наладили на заводе марки в Санкт-Петербурге, 1 миллион 756 тысяч рублей. А это на минуточку на 140 тысяч деревянных больше, чем у предшественников. До конца нынешнего года в шоурумы российских дилеров Toyota поступит еще одна новинка – кроссовер CHR, переживший рестайлинг. Мы немножечко пересмотрим комплектации, мы откорректируем внешность и сделаем его чуть-чуть похожим на RAV4. Ну и новые цвета, новые опции. Что же до силовых агрегатов, то они, вероятно, останутся прежними. Напомним, сегодня CHR оснащается моторами 1,2 или 2 литра, шестиступенчатой механикой или вариатором, системой переднего или полного привода. Редактор субтитров А.Семкин